Дорогие друзья, здравствуйте! Информационный блог от Славянской Церкви 27 дня здесь в городе Сакраменто. Я, Роман Цаганюк, очень рад, что могу быть вместе с вами в этом эфире. В эту субботу по Божьей милости проповедует Александр Ханчевский, так что, пожалуйста, молитесь за его служение, чтобы Бог наилучшим образом использовал его в этом деле. Уже в это воскресенье начинается детская каникулярная библейская программа. Мы с нетерпением ждем всех тех деток, которые зарегистрировались для того, чтобы принимать участие в ней. Напомню, это дети от 3 до 12 лет. Мы надеемся, что вся эта неделя, когда мы будем встречаться, она будет большим благословением для многих. Так что ждем вас с нетерпением. Вновь напоминаю, что обряд Вечерей Господней у нас будет 22 июня, так что планируйте, чтобы в эту субботу на утреннем служении вы были вместе с нами. Я очень рад, что у нас есть такая возможность совершать этот обряд раз в квартал. И это является большим благословением для каждого из нас. Так что ждем вас с нетерпением, дорогие друзья. Ну а 23 июня Владимир Резак приглашает всех желающих спуститься на надувных лодках по American River. Внизу под этим видео вы найдете ссылочку, перейдя по которой вы сможете найти больше информации, места встречи и так далее. Все, что для этого нужно. Так что приглашаем вас провести вместе с нами это воскресенье. Это чудесный отдых. В прошлые выходные у нас проходил кемпинг мужского отдела. Это было большое благословение. И интересные специализации, чудесное общение, важные темы, которые мы поднимали. Мужские развлечения, занятия. Это было все очень увлекательно. В эту субботу мы покажем небольшой видеоотчет. Мы рады и рады были встречи. И рады, что нашли время и проявили желание многие из вас прийти на и быть частью этой программы. Я думаю, что никто из вас не пожалел. Ну а с 27 по 30 июня у нас будет, я опять напоминаю, кемпинг семейного отдела нашей церкви. Друзья, это тоже будет чудесное время. Вместе с интересными играми, развлечениями, которые для вас готовим, будет еще очень интересная встреча с пасторской семьей Руслана и Людмилой Друми. Именно они будут спикерами на этой программе. Так что мы будем рады всех вас видеть. Приглашаем. Регистрируйтесь уже, потому что времени осталось не так много. Так что ждем вас на семейном кемпинге от нашей общины. Ну а 21 июля, это через месяц, семейные дьяконские отделы приглашают вас на рафтинг по Станиславу с Ривер. Много раз мы уже были на этом рафтинге. Это тоже спуск на надумных лодках, но это чуть дальше. Чудесная природа, тоже приятное общение. Небольшие приключения ждут всех тех, кто решит поехать весь в этот раз на этот рафтинг. Внизу под этим видео вы найдете ссылочку на веб-сайт, на котором вы сможете купить билет для себя, своих друзей, родных и близких. Так что, если у вас есть это желание, мы ждем вас для того, чтобы вместе провести тоже еще один выходной на лоне природы. И даже не на берегу реки, а прямо на реке. Так что, это будет чудесное время. Ждем вас, регистрируйтесь тоже. Ну и в заключении я вновь приглашаю вас зарегистрироваться на наш телеграм-канал. То есть, телеграм-канал Славянской Церкви, где мы обсуждаем разные темы, где мы делимся важной информацией, где вы сможете задавать разные вопросы. Это очень интересно, очень важно. Так что, пожалуйста, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Если вам еще не пришло приглашение для того, чтобы подписаться на этот телеграм-канал, то вновь вы под этим видео можете найти ссылочку, перейдя которой вы подадите запрос. И администратор этого телеграм-канала зарегистрирует вас для того, чтобы вы были частью этой команды и не пропускали никакие сообщения. Так что, друзья, все это для вас, для того, чтобы мы могли служить друг для друга и для того общества, в котором живем наилучшим образом. Молитвенный блок. К сожалению, война и обстрелы в Украине, они не заканчиваются, рано как и на Ближнем Востоке. Поэтому мы очень просим, чтобы вы и дальше молились об этих регионах, чтобы Бог хранил особенно тех, кто возлагает на него свою надежду, и чтобы в конце концов тут воцарился мир. Просим Бога, чтобы, если это возможно, все это случилось как можно раньше. В заключении хочу прочитать текст из Священного Писания. Это Псалом 15, 1 и 2 стихи. Храни меня, Боже, в Тебе прибежище мое, Ты мой Владыка, в Тебе одно все счастье мое. Помните об этом, что именно в Нем, в нашем Господе, и прибежище наше, и счастье наше. Поэтому в каждой части вашей личной жизни вспоминайте Бога, применяйте Его принципы и правила, и тогда Его благословляющая рука обязательно будет в вашей жизни. Всего наилучшего, дорогие друзья. До встречи на наших богослужениях тут уже в молитвенном доме в эту субботу и, конечно же, онлайн. Всего наилучшего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok